Ну что, мои булочки, соскучились? Признавайтесь, я очень соскучилась. Один день я не снимала для вас влоги, решила возобновить, покажу свою обычную, обыденную жизнь. Если честно, представить свою жизнь уже без влогов и мукбанков я не могу. Вот я три года блогер, и за эти три года я набрала 250 тысяч подписчиков. Для кого-то это много, для кого-то мало, для меня очень даже ничего. И вот если так представить на одну секунду, что, например, у меня куча денег, у меня, не знаю, муж миллионер, миллиардер, и мне не надо зарабатывать, ничего делать, я бы все равно снимала для вас обычные влоги. Просто это часть моей жизни. Например, я смотрю чей-то влог, я думаю, блин, надо тоже что-то такое снять. У меня сразу автоматически такая мысль. Знаете, что я хочу сегодня поделать? Разобраться с моими помадами. У меня есть помады, оттенки которых мне совершенно не нравятся, я их хочу расплавить. Я отобрала пять помад из своей коллекции. Здесь разные ценовые сегменты, даже есть помада от Chanel. Она стоит очень дорого, но у нее ужасный оттенок. Я покупала на скидку еще чуть-чуть, и срок уже истечет, поэтому что-то надо делать. Поэтому я беру упаковочку от своего бальзама, который уже закончился, металлическая упаковка, и все эти помады будем плавить сюда. Просто посмотрите, какой невероятно красивый цвет получился. Сейчас я отправляю эту помаду после расплавления в морозилку, где-то на час-два, потом уже можно пользоваться. И вот помада у меня уже на губах. Мне она очень нравится, получилась просто пушка. Посмотрите, какой цвет классный. Можно регулировать. Например, если вы хотите потемнее, вы можете добавить чуть больше красной помады, или если хотите розовее, например, добавить больше розовой. И, например, оттенки помад, которые вам не подходят, и вы хотите, например, выбросить, вы можете таким образом использовать. А я нарядилась, собрала волосы. Сегодня на улице очень хорошая погода, и мы с мамой хотим куда-то сходить. Я ей предложила в городе какой-то классный ресторан. Мама говорит, нет, я хочу посидеть на свежем воздухе при такой погоде. А у нас как раз-таки под домом есть ресторан на свежем воздухе. Помните, каждый раз на мукбанках этот ресторан мешает мне снимать мукбанки, потому что там живая музыка вечно. Вроде как там атмосфера такая, как будто ты в деревне, не знаю, сидишь где-то под деревом, но при этом очень вкусно готовят. Поэтому пойдем туда, несмотря на то, что там нет оплаты карты, и придется оплачивать наличкой. Кое-какие копейки у меня дома все-таки наличные есть. И взяв их, мы с мамой пойдем туда. Кстати, мой лук сегодня я выгляжу вот так вот. Обалденное просто платье. В новой распаковке оно обязательно будет. Я вам подробно его покажу, оставлю ссылочку на него. Но платье мне очень нравится. И сверху решила надеть вот эту джинсовочку, которая, если честно, мне не очень нравится, но под этот лук она очень подойдет. Куда идем мы спим с дочком? Большой секрет. Ты, кстати, деньги взяла, мать? Карточки. А там карточкой нельзя платить. Мама говорит, мужики идут на шашлык. Какая-то песня, да ли, мне кажется? Откуда эта песня? В общем, из-за этих песен отменяются мои мукбанки. И это очень плохо влияет на мою продуктивность. Здесь как будто ты приехал в деревню. Мужики сидят. Здесь солнышко. Вот так вот на улице можно посидеть. Здесь фонтанчик. Нам предложили его включить, но просто от него столько звука, что лучше без него. Очень хорошая погода. Прям атмосферненько здесь. Как будто в деревню попал. Вот нам дали меню. Ну, сейчас будем выбирать среди этих кебабов. Или как по-русски кебаб? Шашлык. Среди шашлыка будем выбирать что-то. Заказали разного шашлыка. Нам включили речь. Это Мейхана. Сидим пока. Они нам еще показали кабинеты. Мы здесь делали гендер-пати у брата. А я посмотрела, здесь есть другие кабинеты. Даже лучше, чем в том, которым мы делали. Можно днюху сделать. Хотя у меня днюха зимой не получится. Жалко. Птички поют, а нам принесли салат. Это чобан салат. Как по-русски сказать. Помидор, огурец, салат. Пастуший салат. Пастуший салат. Напитки принесли нам. Ждем основное блюдо. Шашлычочек. Уже проголодались. Мама говорит, что ты заказала колу? Заказала бы какой-то натуральный сок. А я люблю ее. И, кстати, мама говорит, что фанта лучше, чем кола. Типа в фанте не содержится консерванты. Нет, не настолько, сколько колы. Не знаю, я прям люблю. Я фанатка. Классическая, обычная кола. Кайф. Вот такое нам принесли. Мы немножко в шоке. Как-то маловато, конечно. Получается, это печенка, это тике, а там люля. Ну, вроде нормально, да? Давай, мам, налетай, приступай. Абсолютно бесплатно за счет заведения нам принесли вот фруктики еще, за которые мы не платили. Мы вышли. Было очень вкусно. Просто единственное, на мой взгляд, опять же, на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Я люблю, когда шашлык обжарен очень сильно. Вот здесь он был обжарен слабовато. И мне этого немножко не хватило. А так было все. Очень вкусно. Классная атмосфера. Но мама сказала, что предыдущее место, где мы сидели, было лучше. Надо иногда немного разнообразия. Переходить в разные места, смотреть, где лучше, сравнивать и так далее. Вот сейчас, мам, мы пройдемся по магазинам. Я думаю, уже пора переходить на летнюю обувь. А у меня нету хорошей. Я заказывала шейн, но мне качество обуви именно летней на шейн вообще не понравилось. Поэтому я думаю, что лучше купить в городе здесь где-нибудь. По дороге домой, около одного магазина, мы увидели очень много людей. Решили заглянуть. А тут очень даже приятные скидки. Посмотрела посуду. Хотела кое-что купить для мукбанка, но так и ничего не выбрала. Мамочка, насмотревшись видео из ТикТока, очень хотела себе такой аппарат для восковой эпиляции. И мы его наконец-то нашли. И нашли по супер прикольной цене. Всего 13 монат. Это делает всего-то навсего 7 долларов. Я уговаривала маму, что давай купим. Потому что здесь в подарок еще давалось 2 упаковки воска. Но мама в конце сказала, что она еще подумает, нужно ли ей это или нет. Мама всегда что-то покупает осознанно. Она раздумывает над покупкой. Должна переспать с мыслью. Я вот просто беру и покупаю, что попало. А мама у меня не такая. Она должна обязательно убедиться, убедить себя, что эта покупка ей необходима. И только после этого она что-то покупает. Потом мы зашли в магазин со всякими наклейками. Мы уже дома. На улице такая классная погода. Вот сейчас я стою на балконе. И вообще не холодно, даже жарко. Наконец-то у нас лето. Как только мы зашли, Твикс начал ныть. Типа, что вы меня с собой не взяли? С цеблочек поели без меня. И кое-что из мелкотни купили. Ну так, фигню. Я купила вот столько фрез. Они все одинаковые, только с красной и синей насечкой. Сразу пришел Твиксик понюхать, что же новенького купила Айка. А здесь сколько штук? 8 штук. Купила базу от Блюскай. Я всегда покупаю и топ, и базу от Блюскай. Хотя все говорят, что это очень дешевая фирма. Но у нас все держится. У меня все держится. У мамы. Хотя у мамы очень часто руки в воде. Сейчас вам покажу маме на ногте. И еще я купила для бумажного канала две вот такие ручки. Они очень плотные. И моментально застывают. То есть я, например, что-то рисую карандашом. Потом обошу этой ручкой. И потом сразу стираю с теркой. И не бывает разводов. Вот, посмотрите, все держится. Мамины ноготочки, которые постоянно в воде. Здесь мама немножко теркой прошлась. Поэтому и топ все отошел. А так, в общем, мама говорит, даже не хочу делать коррекцию. Все держится, все отлично. Просто сильно отросли уже ногти. Поэтому, я думаю, уже пора делать. Ну, а так с базы Блюскай все держится на ура. И мои ногти, как всегда, идеально держатся. Пришли домой, попили чай. Сегодня у нас день посвящается мамочке. Будем наводить красоту. Сейчас снимать покрытие. Кстати, когда мы гуляли, после того, как посидели, зашли в один магазин, где как раз-таки продавалось все для ногтей. Там были огромные лампы. Такие офигенные. Но моя пока что работает. Поэтому приходится обходиться ею. Покрытие я сегодня снимала с фрезой с сайта Shane. Я вам говорила, что я очень недовольна качеством этой фрезы. Но потом мне в комментариях написали, что фрезы желтой насечкой, они очень слабые и очень мягкие. И именно из-за этого она снимает плохо. Но на самом деле ситуация и не настолько критичная. То есть я снимаю уже который раз этой фрезой. Немножко надо приноровиться к ней, так скажем. И вот спокойно покрытие снимается. Со своей задачей она справляется. Но если вы будете брать, то не допускайте эту же ошибку вы. Берите с синий или с красной насечкой. Желтый точно не берите. Я на самом деле с удовольствием делаю маме маникюр. Но ее надо уговорить, посадить. Она говорит, мне и так хорошо. У меня ничего не отвалилось. Я еще месяц похожу с красными. А я люблю этот процесс. Я сразу вам скажу, я не профессионал. Я не обучалась на каких-то курсах. Я не получала сертификаты. Поэтому делаю как могу. И показываю вам чисто на любительском уровне. Я, конечно, понимаю, что среди моих подписчиков, возможно, есть профессионалы. Им будет даже смешно смотреть, как я все это делаю. Лично по своему опыту могу сказать только одно. Если кто-то вам говорит, что я вас обучу за, не знаю, неделю, за месяц делать офигенный маникюрчик, классное покрытие, не верьте. Все приходит с опытом. А все эти тонкости есть в бесплатном доступе в Ютьюбе. Вот такой у нас промежуточный результат. Я, конечно, предлагаю маме сделать френч. Нет, френч не хочу. Почему? Лучше однотонный. Мне не подойдет. Мы сделали квадрат. Обычно я ей круглый. Круглый. Овальный. Круглый. В общем, я предлагаю френч, она не соглашается. Нет, не однотонный. Я могу тебе сделать оранжевый, как у меня. Нет, спасибо, не хочу. Почему ты яркие цвета? Она говорит, мне не по возрасту. Какая разница, сколько тебе лет сделать зеленый? Гуляй. Гуляй, как сумасшедшая. Ну, как хочешь. Мама сидит с таким недовольным выражением лица. Посмотрите, какой идеальный маникюр. Какое идеальное покрытие. А какие блики. Вау. Сопа. Вам тебе нравится? Нравится. И мы наносим масло для кутикулы. У нас получился вот такой мягкий квадрат. Да. Очень мягкий. А что нет? Тебя что-то не устраивает? Я не поняла. Ну да, где-то мягкий, где-то не очень. Ну что, готово. Как, мам, тебе? Непривычно, конечно, но нормально, красиво. Мы поменяли форму. Мамы были овальные. Мы сделали квадрат, но такой мягкий квадрат. И маме все нравится, а это самое главное. Идем пить чай и кушать. Спасибо, дорогая. Я тут еще отобрала три гирлака, которые у меня уже давно. И решила их выбросить. Вообще, со временем появляются новые гирлаки с усовершенственной текстурой. Даже самые дешевые гирлаки наносятся намного лучше, чем старые. Поэтому я решила это все выбросить.